приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке и так друзья 18 марта поговорим о самом главном что нельзя делать в этот день иначе можете привлечь беду и несчастье обязательно 18 марта попросите прощения чтобы быть в мире с близкими всегда также поговорим о том почему сегодня нужно заниматься повседневной рутинной работой и укреплять свое здоровье также поговорим о полнолуние также что нужно сделать в этот день далее друзья более подробно в этом видео так друзья 18 марта в народном календаре празднуют день канона огородника и наши предки в этот день почтили память священномученика куканона мандон святой считался защитником и покровителем огородов он имел силу защиты для урожая и посева чем и получил такое прозвище народ обращался к канону огороднику если им нужна была помощь в выращивании продуктов питания овощей и фруктов если на улице в этот период еще была зима крестьяне это не пугало потому что они начинали приступать вспахиванию земли люди верили что если это сделать именно сегодня то в будущем будет он урожай хороший овощей земля должна была быть мягкой и рыхлой соответственно будет и плодородной еще для подготовки земли к посеву использовали навоз для удобрения все эти процессы помогали показать святому что народ думает за будущее и старается сделать все чтобы получился хороший результат и конан видел что они работают и трудятся соответственно за свой труд он их отблагодарит сегодня было принято замачивать семена и подготавливать и к скорой посадке в чернозем чтобы обезопасить себя от мошек за сухие червей люди проводили обряд они выкапывали три лунки в земле и проговаривали эти три несчастья закапывая каждую лунку чтобы избежать у себя в земле этих вредителей но нельзя сегодня было брать в руки вилла или грабли иначе град может побить все посева летом если сегодня вы будете бездельничать лениться то святой все увидит и накажет вас не урожаем а также поломкой всех инструментов которые нужны для поля и для огорода принято сегодня было молиться за людей которые пропали пропали без вести чтобы те нашлись и лучше всего в кратчайший срок погода как никогда сегодня была загадочна но может о многом и рассказать летом града не будет если сегодня будет ясный день весна будет радовать теплом если прилетели к нам трясогуски в поле можно начинать работать если вы заметили первых подснежники в лесу к неурожаю будет появление мышей в огородах и на полях хлеб можно было начинать сеять через три недели если грачи гнездятся день хорошо подход для высадки растений именно комнатных сегодня можно пересадить розмарин и геранию постарайтесь привести в порядок все цветы обработайте химическими добавками чтобы избежать заболеваний растений чтобы она не распылилась на другие цветы которые находятся рядом для цветов которые растут вверх нужно будет подставка или лесенка чтобы веточки не поломались от веса не покупайте сегодня обычную землю для всех цветов если вы отправитесь цветочный магазин то сможете убедиться в том что для каждого вида есть определенный тип земли со специальными добавками определите какими на цветы вам нужно пересадить и купите землю для них день подходит для выполнения всех домашних дел сегодня можно заняться уборкой готовкой стиркой строительством и ремонтом если вы сегодня не будете лениться а проявите свою продуктивность то год будет успешным для вас так что откиньте лень в сторону соберитесь и проведите этот день с хорошим упором который направлен на труд знаете чем больше идет сегодня будет сделано тем лучше будет весь последующий год для вас и всей семьи если она будет принимать участие мне рекомендуется сегодня отправляться за покупками тратить деньги на мелочи а тем более совершать крупные покупки они все будут неудачными приберегите эти деньги на потом они точно вам пригодятся сегодняшний ужин стоит провести в кругу семьи никаких друзей или знакомых супругом или молодой паре можно сегодня выпить по бокалу вкусного вина для укрепления чувств а также можете добавить немного корицы старайтесь не разливать сегодня вино когда будете наливать в бокалы такой знак может подсказать о ближайшей ссоре если сегодня так получилось что вы встретились с подругами и собираетесь где-то вечером посидеть для этого нужно привести себя в порядок и накраситься не вздумайте сегодня пользоваться чужой косметикой сегодня можно все беды от хозяйки принять на себя помните об этом лучше всего запишитесь на макияж в салон красоты или обойдитесь сегодня без косметики натуральность вам к лицу не заставляйте себя сегодня и выполнять дело которому душа ваша не лежит есть вероятность после заболеть оставьте эту задачу на другой день наверняка и результат потом будет лучше сегодня лучше заняться чем-то другие возможно более творческой работой которая не несет смысловой нагрузки сегодня будьте добрее отзывайтесь только хорошо о людях делайте приятные поступки и дарите радость не нужно сегодня сплетничать или говорить какую-то ложь это может для вас плохо обернуться вскоре когда человек узнает поэтому только хорошее побуждение пожелайте сегодня людям которых вы встретите в течение дня только хорошая помогите если этого требует ситуация проявите обязательная инициативу сделайте первый шаг к примирению попросите прощения люди рожденные в этот день всю жизнь стремятся к самосовершенству они все время увеличивают свой опыт и навыки ведь считает что нет пределов совершенства такое упорство делает на голову выше вас от окружающих людей вы постоянно делаете колоссальную работу над собой своими ошибками постоянно требуйте новых знаний и информации в детстве вы имели колоссальную разницу в подготовке по сравнению с вашими сверстниками все лучшие должности достаются вам к вашему экспертному мнению прислушиваются многие окружающие люди именинные в этот день отмечают адриан георгий давид иван кирилл константин марк николай и федор обращаем ваше внимание что 18 марта у нас с вами будет полнолуние полнолуние произойдет в знаке зодиака дева поэтому обязательно в этот день нужно настроиться на свой внутренний голос и делать все так как он вам говорит многих людей будет хорошо получаться помедитировать и осознавать понимать свои жизненные цели однако в период полнолуния многие люди наоборот становятся агрессивными поэтому не стоит разжигать конфликты или продолжать их ничему хорошему это не приведет дело в том что само полнолуние любое полнолуние не только 18 марта характеризуется отсутствием эмоционального равновесия дело в том что многие люди неустойчивы и это касается неподготовленных людей потом поэтому существует риск столкнуться в этот день с агрессией и вы знаете если посмотреть проанализировать то вы увидите что в этот день в обществе происходит много ссор скандалов и непонимания также полнолуние может способствовать повышению тревожности но не стоит этому поддаваться займите себя ежедневной рутиной и попробуйте отвлечься от внешних возбудителей старайтесь не перерабатывать и не перетруждать себя в этот день и есть риск ошибиться в важных документах поэтому если вы сегодня не готовы к кропотливой работе лучше ее конечно же отложить то горше обращаю ваше внимание что в полнолуние обостряются и хронические заболевания и дают себе знать старые раны и шрамы поэтому если у вас есть какие-то серьезные болезни лучше заранее заботиться о лекарствах также не стоит заниматься сегодня и травмоопасными вещами например экстремальными видами спорта в этот день может появиться и сильная тяга к алкоголю но не стоит ей поддаваться потому что есть вероятность все-таки отравления по лунному календарю друзья нас сегодня с вами ожидает извините ожидает 15 и 16 лунный день друзья на с вами с меня полнолуние в знаке зодиака девы и у нас переходит после этого весы знаете в какой-то степени это день искушения вот обмана и иллюзии и вы знаете этот день может захлестнуть многих вот своей энергии человек начинает чувствовать обострение всех чувств и процессов которые происходят на данный момент и многие люди проявлять будут себя с особой силой при этом это могут быть не только отрицательные качества но и положительные поэтому уважаемые наши слушатели все зависит только от вас какой вы энергии готовы выдать в этот день интуиция достигнет своего апогея все предчувствия этого дня имеет свойство сбываться в самом скором времени нельзя сегодня допустить чтобы разум был в подчинении у эмоций а иначе день чреват очень плохими событиями поэтому контролируйте каждое свое чувство которое вы проявляете на людях не давать отрицательным эмоциям захлестнуть вас сложность этого дня будет в том что вы сами решите каким станет этот день вашей жизни темным или светлым потому что такие вопросы никогда не решаются легко символом этого дня выступает змея знаете это если на страна ядовито а с другой стороны достаточно мудрая также постарайтесь в этот день усмирить свои эмоции успокоиться соберитесь с духом укротите страсти и желание начните укреплять самодисциплину очень хорошо в этот день защищать других восстанавливать справедливость и быть борцом за счастье и за мир стрижка волос намеренно будут уговаривать вас изменить внешность но будьте бдительны сегодня постарайтесь самого утра выглядеть хорошо потому что это задаст более позитивный тон всему дню волосы соберите в косичку в пучок или вовсе оставьте распущенными никакие косметические процедуры стрижки вас сегодня точно не порадует химическая завивка или ламинирование станут причиной мигреней если все равно очень хочется вам перемен то окрашивайте волосы да в темный цвет тогда неудачи от вас точно отступят также сегодня не стоит делать гладкую прическу и волосы выпрямите сегодня утюжком все это привлечет к вам позитивную энергию и поможет сбыться с заветным желанием космическая энергия подарит вам активности любые слова будут легко притворяться в дела друзья вот такой у нас с вами мощный по энергетике день который каждый должен использовать себе во благо мы надеемся в это и будете делать с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео обязательно подписывайтесь на наш канал ну а мы с вами услышимся уже буквально в следующем видео